Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о политической ситуации, которая сложилась в Бельцах после местных выборов. Очень интересные выборы там прошли. И обсудить эту ситуацию я предлагаю с экс-примаром муниципия Бельц Николаем Григоришином, но не советником муниципального совета. Господин Григоришин, приветствую вас. Да, добрый день. Рад видеть вас у нас в эфире. Благодарю, что нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Не могу не задать такой общий вопрос. Как вы оцениваете эти выборы? Потому что если и было место, где выборы были очень интересными, то это, наверное, были Бельцы. Хотя, думаю, для бельчан это не очень забавно, я так понимаю. Ну, Михаил, я бы не сказал, что это интересные выборы были. Выборы были, как раз, очень грязные. Я проходил много выборов, но в той ситуации, в которой я оказался в этих выборах, для меня она была, во-первых, я не боюсь этого слова сказать, какая-то дикая. Со слов, получается, муниципального советника нынешнего, это господин Аграма партии социалистов, перед выборами Ренат Усатый с ним созванивался и говорил о том, чтобы надо, чтобы все объединились и били только в одного Григоришина. Но это и произошло. Ренат Усатый на протяжении последнего года, наверное, он только обливал грязью. Во время выборов это еще усилилось. Плюс подключился к этой истории Максим Маршан с Войку, экс-министром внутренних дел, и партия социалистов в Бельцах. Также Серджио Бурлаку подключился к этой истории. И на всех встречах, чтобы вы понимали, речь шла только про одного меня, что в Бельцах это самая большая коррупция, в Бельцах все разворовывается. А Петков умудрился сказать такую вещь, что в Бельцах воруются 30% бюджета. Ну то есть вообще. И когда я приходил на все встречи, а я приходил, чтобы вы понимали, я говорил только о своих делах. О том, что было сделано, конкретные адреса, конкретные дела. Если это ремонт школы, это ремонт школы. Если это строительство спортивного объекта, это строительство спортивного объекта. Если это строительство внутриквартальных территорий, это строительство внутриквартальных территорий. Я не обещал, как они на сегодня наобещали нашим бельчанам, не то, что на 4. Я думаю, не на 4 года, а думаю, на 3 по 4. То, что они сказали, что они выполнят в течение первых 4 лет или первых 2 лет для оценки. Как они заявляли о том, что они будут отчитываться уже не через 100 дней, а каждый день своей работы. Поэтому с этим было тяжело работать. Ну и плюс, конечно же, все вы знаете, что в Бельцах доходил голос уже до 300 долларов, когда платили. Когда тут собирали армии людей, мы через офисы проезжали каждого вечера партии Шор, где за ночь, вы понимаете, неизвестные никому люди становятся вдруг известными. И за них приходят на избирательные участки и голосуют. А в лицо, я думаю, они их даже и не видели. Хорошо, у вас есть объяснение... У вас есть объяснение, почему Шорт так уцепился за Бельцию? Ну как почему уцепился? Второй по величине город. В Кишиневе, я уверен, у него эти все штучки не проходят. Гагаузию я сегодня, я так предполагаю, что это уже захваченный край. Сегодня им надо зацепиться за север страны нашей. И чисто юг, север пойти на центр, сместить власти. Вот и все, что надо. Он пообещал своим кураторам, что революция в Молдове будет. Хорошо, в этой ситуации какова цель Рената Усатова, почему он уходил и почему он вернулся? У вас есть объяснение? Чистый спойлер политический. У него одна... Я же вам сказал, с чего мы начали нашу программу. С того, что они созвонились с господином Грама, это от партии социалистов, и сказали, слушай, у нас задача общая. Полностью убить Григоришина. Это его мечта была с тех пор, наверное, когда я не оставил город, когда я его не бросил. Остался рядом с бельчанами, рядом со своей командой, которые не сложили мандаты, а работали во благо бельчан. Вот они все объединились и били в одного меня. Ну хорошо, тогда он обиделся. А что сейчас, разобиделся получается или как? А сейчас нужна старт, площадка нужна. Надо же возвращаться через год в президентские выборы. Понимаете? Надо возвращаться. Ренат, он же не думал, что его должны забыть. Или он думал, что здесь все остановится. У них же месседж какой был. До 2021 года, значит, Григоришин был хороший. И строился город, строились дороги. А с 2021 года город остановился и ушел в разруху, ушел в коррупцию. И тут все остановилось. А тут ничего не останавливалось. Тут все пошло вперед, наоборот, двигаться. Но люди оценили нас сегодня. Значит, плохо я работал, я так себе думаю. Что информационно, скорее всего, плохо. Потому что город большой. И жители 9-го квартала, к сожалению, не знают, что делается ремонт дворовых территорий на БАМе. Или жители БАМа не знают, что это делается сегодня на улице Влайку, на Северном вокзале. Информационное поле телевидения у нас нет. Только соцсети. Газету я попытался выпускать информационный бюллетень. Ее запретила госканцелярия. Потому что это якобы как агитационные материалы в период предвыборного года. Вы от примарии газету, я так понимаю, пытались выпускать? Да, совершенно верно. У нас других нет источников. Телевидение запрещено от примарии. БТВ принадлежит Ренату Усатому. Но у нас только соцсети. У нас другого ресурса не было. Ну, там есть СМИ, там, СП, Нордньюз. СП это одно из, да, демократичных, будем так говорить. Но опять же, СП это, чтобы вы поняли, это тоже интернет-площадка. Газеты, бумажный носитель, в них выходится, но редко. В основном это идет интернет-сеть. Нордньюз, так же самое, это интернет-площадка, это не телевидение. Хорошо. А как тогда, вот, неужели за счет только денег партия ШОР удалось повысить узнаваемость своего кандидата вот за какой-то короткий избирательный период? Михаил, никакой узнавательности кандидата не было. Это все чистая пирамида. Завтра, я вам говорю точно, президентские выборы, и мы выберем президента по СМС. Я вам говорю, потому что я на себе это прошел. Не надо узнаваемость никакого кандидата. Вы же посмотрите, они поменяли ШОР, запретили Талбер, которая была в Бельцах известная, да, поставили Шапу. Шапу. Шапу сняли, поставили Коршукову. Коршукову. И в Совет прошли сейчас совсем другие четыре девочки, вернее, три девушки и один мужчина. У них четыре плюс возрождение два, у них шесть мандатов сегодня. Они прошли как независимые, получается, четверо, да? Нет, они прошли как альтернатива. А, альтернатива, да, и возрождение. А вдвое других прошли как возрождение. Ну, то есть такой, хорошо, а агитаторы, потому что здесь в Гагаузе говорят, что было огромное количество агитаторов. В Бельцах, я так понимаю, та же схема была, нет? В Бельцах было огромное количество агитаторов, чтобы вы понимали, это местные жители плюс приезжие жители, которые с года в год работают в этой системе, и система работает налаженно сегодня. Там, где были сбои, они эту систему заменили, то есть физическим ресурсом. Просто элементарный пример, не надо далеко ходить. Есть у меня знакомая, взрослая женщина, значит, Людмила, Лидия ее зовут, помогал ей раньше продуктами и так далее. На одном из протестов я ее увидел. Я говорю, не понял, что вы здесь делаете? Ну, взрослый человек, ей 80 лет, я говорю, что вы здесь делаете на этих протестах? Она говорит, Николаевич, ты меня извини, говорит, мне за каждый выход за 2 часа платят 500 лей. Кроме того, что я привела 5, как-то она мне объясняла, пятерки, там, звеневая, плюс 5000 лей. Итого, говорит, я в месяц могу заработать до 20 тысяч лей. Деньги сумасшедшие, Михаил, сумасшедшие. Я же говорю, если за сутки скидывается, все это вот видно, было, как сейчас недавно скинули там, приходите, картошка пришла, картошку надо срочно передать. Еще что, таких куча позывных в Бельцах. Если я хожу, был на 8-м квартале, конкретно в районе 7-й школы, обходил по территории и беседовал с людьми. И мне говорят мои помощники, говорит, вон там в подъездах, говорит, шоросты раздают, ходят по квартирам. Я пошел за ними, у них списки, номера телефонов, фамилия, адрес конкретного их человека, к которому они заходят, заходили и говорили, все в силе, у нас все в силе, мы работаем, мы начали работать. Ну о чем говорим? Если там есть у нас внедренные люди, только 20 тысяч человек у них идет по базе данных. Это все те люди, которые когда-то прошли через магазины шора по аллее, по хлеб, по одному лею хлеб и так далее. Это те, которые у них в базе данных, которых они обзванивают, с которыми они работают, правильно, агитируют? В Бельцах, да. Если они в Бельцах начали говорить, что полтора лея электроэнергия, 10 лея газ, бесплатный транспорт, это все по тысячу лея каждому пенсионеру. Хорошо, что же вас с точки зрения власти сделали не так, чтобы, ну, как бы, потому что очевидно, это очень серьезная проблема. Как с ней бороться с вас с точки зрения? Михаил, я как-то говорил на одном телеканале о том, что, и у вас уже тоже сказал, что завтра мы можем проснуться, и по СМСке у нас будет выизбран президент. Это очень серьезная проблема, где студенты должны работать не просто, они ждут от партий, от людей, которые баллотируются, чтобы мы фиксировали нарушения, чтобы мы следили за этими кандидатами, как было в Бельцах. Почему их допустили к выборам? Почему СИП их не снял? Почему комиссия не сняла? Как могла пройти журналистка светличная в списках сегодня муниципальных советников, если она была причастна к телеканалам, которые принадлежат ШОРУ? Как могли пропустить этих людей вообще, в принципе? То есть недоработка, получается, идет в спецслужб. Это же не мы должны, а получается, что я звоню, пишу жалобу о том, чтобы снять Коршникову. Мне говорят, дайте доказательства, предоставили доказательства. Что, я должен этим заниматься? Не я же должен этим заниматься. Хватит у нас, было Сталберг в 2021 году, когда мои активисты ездили по лагерям, которые вокруг Бельца, и снимали репортажи, и говорили о тех людях, которые там проживают, о тех людях, которые там питают. А в декларации расход топлива тысячу лей пишут. Ну, это ж мы должны были все доказать. Почему мы? Пока мне сейчас не начнут работать спецслужбы, я считаю, пока не начнет работать система, то завтра проснемся о том, что будет все захвачено. Сегодня в Бельцах уже знаете, как рассуждают. А вот надо дать попробовать. Вот я навстречу прихожу, мне говорят, вот Сталберг должна попробовать. Так я взял и в пятницу на СП предложил. Вы хотите, товарищ Петков, вице-примаров? Давайте изберем. Марина Таубер, Максим Маршан и от Паса, кто будет финансы ввести из Кишинева. Но они пошли на опережение. Партия социалистов по Бельцам сегодня предложила, чтобы Ренат Усатый стал вице-примаром. Примаром, да. Ну, не знаю, там они будут рассматривать. Потому что я дал свое предложение, они сказали, что я не фракция, я не имею права давать эти предложения. Но хотя такого нигде не прописано, любой муниципальный советник может дать свое предложение. Хорошо, у вас совет получается впервые такой в городе Бельце неоднородный? Впервые за всю историю муниципального совета. С 1992-1993 года всегда в муниципальном совете было большинство поддерживающих примаров. Сегодня мы имеем у партии, НП нашей партии, мы имеем сегодня 11 мандатов. Один из которых, Ренат, он не приходит в второе заседание, это у них 10. Девять мы имеем у социалистов, у них один парень не приезжает, он в Италии. Это 8, 4 мы имеем альтернатива, ПАС мы имеем 6, Возрождение мы имеем 2 и партия перемен имеет 2 мандата. 2 мандата, да. Хорошо, а Ренат вообще будет появляться, с вашей точки зрения? Ну, должен появляться. Зачем ему это нужно? Я понимаю, что он мне мстил, я понимаю все, что они сделали в течение этого последнего года. Я понимаю, что сегодня проходит в рамках муниципального совета, что меня, который работал с 2015 года в комиссиях, в финансо-экономической комиссии, комиссии по собственности, работал вице-примаром по хозяйственной части, работал примаром 2 раза в 2018-2021 годах. И меня сегодня ставят в комиссию по-побратимам, и все за это голосуют, и еще когда Елена Грецкой хитро улыбается, ну, это как-то непонятно для меня, какие принципы мы при профессионализме, и ведем муниципальный совет, или просто ведем по любви туда кого-то, вот как там сегодня есть один парень, среднее техническое образование, он в комиссии по муниципальной собственности. Не знаю. Хорошо, а как вы видите дальнейшее, ну, скажем, большинство у Куркова будет формироваться, или пока рано об этом говорить? А вы знаете, что сегодня большинство, даже социалисты, договорятся с ПАСом, и будет у них большинство. Вы думаете, договорятся? Ну, я не видел сегодня, по крайней мере, то, что с кем договаривается, но я сегодня видел, как дружно голосовали, чтобы меня не включили в ту комиссию, в которой я себя предложил, то есть по муниципальной собственности. Проголосовали все дружно. Проголосовали все дружно против, да? Да, совершенно верно. Сказали, что я лучше буду по противству. Господин Григорьевич, я благодарю вас, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Да, Михаил, вам всего хорошего, всего доброго, здоровья и мира нам. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...